Смотрите, справедливым нужно быть. И она в том, справедливость он имеет в виду, в том, что Израиль имеет право на существование на тех землях, Хамас занимается террором. На каких землях? Саламу алейкум, Тумсо. Адам получил награду за прорыв кишечника. Получается, ахматовцам раздают медали за нетрадиционные наклонности. Рамзан, мы с тошнотой наблюдаем за твоим семейством развратников. Здесь, видите, видишь, Кадыров к тебе относится. Даже в твоем окружении, не говоря уже о чеченцах в республике и за ее пределами, даже в твоем окружении никто не относится с какой-то серьезностью к этому ордену, который ты вешаешь. Знаешь почему? Потому что он под твоим ведением, ты кому хочешь его даешь. То есть даже российский вот этот вот орден Героя России, он более как бы презентабельный, желанный для твоего окружения, чем вот этот твой, введенный тобой. Потому что тот, все-таки там есть Путин, там есть Кремль, есть какая-то процедура, то есть его сложнее получить. А этот твой, его вообще нет никаких проблем. Тебе поглубже там подлизнуть, и ты не даешь этот орден. И это знают все. Поэтому нет даже каких-то дискуссий по этому поводу, никто это даже не обсуждает, потому что никому не интересно. Твой орден никому не интересен. Понимаешь? А сына своего ты спалил? Ну что, как тебе версия Путина про гибель Пригожина? Мол, они нанюхались кокаина и забросали друг друга гранатами, что аж крыло оторву. Я не исключаю. Я не исключаю и подобное, конечно. Но, я думаю, смерть Пригожина, это, конечно, не случайность. Как думаешь, РФ с Ираном сдружились? Иран передал России Бабалаа шахеды, а Иран запросил у РФ ракеты? Израиль накрыли одновременно пять тысяч ракет. Это многоходовка Путина по отвлечению США от Украины? Я не знаю. Я не знаю. Я ничего, конечно, не исключаю. Все может быть. Это все очень много вопросов по тому, что произошло. Я этого не знаю. Но я точно знаю, кто в этом регионе является источником напряженности. Я точно знаю, кто должен отпустить захваченные территории. Вот это вот понимание у меня есть. И я точно знаю, что Украина, в первую очередь, а также и другие страны, не должны вот так вот безоговорочную поддержку Израиля. Поддержка Израиля в этом вопросе означает поддержка оккупации. И это значит, что резолюция ООН, а те страны, которые высказывают эту поддержку Израиля, они выступают против этой резолюции ООН. Понимаете, само словосочетание территории, защита своих земель, оборона своей территории подразумевает, что ты выступаешь против этой резолюции. Если эти территории ты называешь израильскими, значит, ты признаешь, что оккупированные территории были оккупированы правомерно. Это открывает двери к очень многим нарушениям. Ребят, вам на украинцев молиться надо в этом мире. В этом мире за вас больше никто даже среди арабских народов слова не сказал, а вы тут еще условия ставите, где и что нам говорить. Насчет арабского мира, который слова не сказал, ты абсолютно прав. Это ты, конечно, говоришь правду. Но насчет того, что молиться надо, ты здесь, конечно, перегибаешь. Никто никому на самом деле ничем не обязан и не должен. Украина нам ничем не обязана. И мы Украине ничем не обязаны. Но в целом мы обязаны быть справедливыми. И чеченцы, и украинцы, и весь этот мир в своей основе обязан быть справедливым. И когда кто-то несправедлив, это выход против естества человека. Поэтому отойдя от этой темы, кто кому из нас что должен, мы никто никому ничего не должен. Но быть справедливой обязана и Украина, и украинцы обязаны быть справедливыми. И вот эта позиция по Израилю, она несправедливая. Это точно. Смотрите. Справедливым нужно быть. И она в том, справедливость он имеет в виду, в том, что Израиль имеет право на существование на тех землях, Хамас занимается террором. На каких землях? Израиль имеет право на существование. Ты сказал, да, верно. Но на тех землях? На каких землях? На тех землях, которые были по состоянию на 1967 год. Это ты хочешь сказать? Да. Хорошо. Но если мы говорим о тех землях, на которых сейчас развивались эти события, если мы говорим о тех землях, в большинстве земель, которые сейчас просто оккупированы Израилем, то нет, это не справедливость. И это не я говорю. Это говорит ООН. То есть вы здесь не можете сказать, Тунцор, что ты что ли решаешь, что справедливо или нет? Нет, не я решаю. И это не мои слова. Друзья, вы имеете в виду, что вот эта вот лицемерная позиция, она очень хорошо просматривается. Вы не сможете обмануть здравый смысл. Ведь это все прекрасно мы видим. Лучше вместо того, чтобы упорствовать в несправедливости, лучше наоборот проявите здесь справедливость. Призовите тех, кто высказался неправильно. Призовите их к справедливости. Сегодня была тяжелая тема. Для меня это тяжелая тема. Это тяжелый эфир. Будем наблюдать за развитием ситуации. Очень, очень надеюсь, что, хотя даже, не знаю, вряд ли в этой ситуации приходится на что-то надеяться. К сожалению, нас ждут, не нас, а, ну да, нас. В целом нас ждут очень кровавые, очень неприятные события. Очень жаль, что так происходит. И очень жаль, что некоторые страны и некоторые люди проявили такую несправедливость в этом вопросе. Такое двуличие, такое лицемерие. Берегите себя и своих близких. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Ассаляму алейкум, рахмату Аллаху и ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok